Я научилась нормально засушивать растения, и это такая радость, вы бы знали, потому что я всегда опускала слюни на красивые картинки с гербариями и завидовала людям, у которых нормально получается засушивать растения. И вот, наконец, и у меня получилось. Делюсь всем, что знаю. Для начала вариант для ленивых. Ну или на зиму, или для тех, у кого, как и у меня раньше, толком не получается ничего нормально засушить. Сухоцветы можно просто-напросто купить. Для своего василькового кита, например, это очень старое видео, я покупала сухоцветы на ярмарке мастеров. Там можно очень много всего найти. У меня целый пакет до сих пор лежит, и периодически я использую эти лепесточки. У них есть срок годности, но это на случай, если вы хотите их заваривать в чае или использовать в косметике. Для творчества-то важен только вид. Еще вариант, где купить, Алиэкспресс. Там они продаются красивые, окрашенные для дизайна ногтей. На все, которые я заказывала, оставлю ссылки в описании. Вариант, которым некоторые пользуются, но я считаю его не очень надежным. Книги. Просто берете растение, цветок, лепесток, убираете в книгу, ставите на полку и забываете про него недели на три. Но в таком случае никогда не знаешь, что у тебя там получится и получится ли. Например, вы приезжаете на дачу, у вас там красивые цветы. Вы засушиваете три цветочка, через месяц открываете книгу, а у вас там получилось не очень. А эти цветы уже отцвели. И что же в таком случае делать? Дать будущего года, чтобы вновь попробовать их засушить? Но это же не очень удобно. Я же предпочитаю способ более простой, быстрый и в случае с которым, если что, можно сразу переделать. Сушка утюгом. Для этого нам понадобятся салфетки. Можно взять одноразовые носовые платки. Главное, чтобы их поверхность была ровной. Вот такие салфетки или бумажные полотенца не подойдут, потому что они будут оставлять отпечатки на лепестках. Я не беру бумагу, хоть она и идеально гладкая, потому что через нее хуже проходит влага. Салфетка либо все впитывает в себя, либо через нее влага проходит в виде пара довольно легко. Дальше утюг. Воду я не заливаю и выключаю пар. Цветы же мы высушиваем, зачем нам дополнительная влага? Цветы. Цветы должны быть свежие, лучше как только сорвете их, сразу поставьте в воду. Я же, например, когда сушу в деревне, я предпочитаю бегать срывать по 2-3 растения, засушивать, потом опять бежать срывать по 2-3 растения. Самое главное в таком случае, каждый раз, когда уходите, обязательно выключайте утюг. Не думайте, что вы же сейчас придете и будете им пользоваться, мало ли что, кто-то отвлек, кто-то позвал, кто-то попросил что-то сделать. Всегда выключайте утюг, когда уходите. Если цветочек объемный, я стараюсь обрезать его по максимуму, но так, чтобы он не развалился. Накрываю салфеткой и проглаживаю. Не оставляйте утюг просто на одном месте, иначе у вас цветы сварятся в собственном соку. Периодически поднимайте утюг, чтобы влага выходила. И аккуратненько отклеиваем цветы. Аккуратненько, потому что бывает и вот так. Чтобы ровно оторвать цветочек, отгибайте постепенно от него салфетку. Я советую вам сразу после утюга убирать цветы в книгу, потому что бывает так, что они не до конца идеально высохнут и начинают сворачиваться на столе. А в книге они засохнут окончательно, но при этом вы уже будете точно знать, как они будут выглядеть. Я, кстати, бывает перед тем, как класть цветы, проглаживаю салфетку, чтобы она была максимально ровной. Если растение очень объемное, его лучше накрыть второй салфеткой, а не пытаться завернуть его в дну. Объемные растения для гербария тоже вполне можно засушивать этим способом. Просто медленно, аккуратно прижимайте растение утюгом по росту растения, и тогда у вас все получится. Еще можно пробовать расправлять растение после первого утюга. То есть, вот вы его прижали на секундочку, оно там чуть-чуть размокло. Снимаете верхнюю салфетку, аккуратненько расправляете лепесточки, так чтобы их не помять, потому что они очень-очень нежные становятся. Закрывайте обратно салфеткой и уже сушите окончательно. Что касается анютиных глазок, там тоже надо постараться максимально отрезать плодоножку, и вот через минуточку у нас готовый сухоцвет. А еще я сделала супер-открытие для себя. Вот эти цветы. Кто-нибудь знает, что это? Это сныть. Это сныть! Я покупала из Китая сныть! Посмотрите на эти зонтики. Это они! И когда их расплющиваешь утюгом, получается точно так же. А еще можно попробовать с другого ракурса их засушить, и получается тоже классно. А вот эти цветы – это гортензия. Я засушила гортензию бабушки, и получилось не хуже. Другой вопрос – как их окрасить так, как покупные, чтобы не перекрывать текстуру цветка. Над этим будем работать. Еще один интересный прием – использование фигурных дыроколов перед засушиванием. Особо нежные лепестки не пролезают, да. А вот из клематиса, например, получаются отличные бабочки. И вот смотрите, вроде ничего особенного, а этот лепесток не получился. При том, что предыдущий – точно такой же засох идеально. Так что не отчаивайтесь, если у вас что-то не получается. Во всем нужен опыт. И не кладите сразу много цветов на салфетку. Лучше сушите постепенно растение за растением. Если у вас на листиках получились вот такие волнистые края, нажимайте на утюг чуть сильнее. После того, как вы закончите работу с утюгом, обязательно проверьте, не осталось ли никаких следов на его горячей поверхности, чтобы потом на белых рубашках ничего не отпечаталось. И вот такие сухоцветы у меня есть на сегодняшний день. Кстати, чтобы незабудки не терялись в книге, когда вы положите их туда после утюга, можете сначала положить их на маленькую бумажку и потом уже в книгу. Таким образом, вы быстрее их потом найдете. Теперь, что касается хвойных. Ель у меня всегда опадает, и я даже не пытаюсь ее засушивать. Туя мне не очень нравится, а вот можжевельник в этом случае никогда не подведет. Если кто смотрел мою июньскую подборку, там, может быть, обратили внимание, мы с другом пилили можжевельник на участке. Точнее, как мы пилили? Он пилил, а я бегала вокруг и собирала красивые веточки. Поэтому теперь у меня есть целый пакет таких вот веточек, и он просто лежит у меня открытый в шкафу, и веточки там прекрасно засохли. И еще один шикарный способ сушки, благодаря которому получаются объемные сухоцветы, в манке. Вот у меня есть два цветка. Один сушился в книге, а другой в манке. И разницу вы сами прекрасно видите. Надо просто укладывать цветы в манку и засыпать их аккуратно так, чтобы в итоге вся поверхность была засыпана в баночке. Чтобы не было горочки. Иначе, если вы будете переносить банку, и горочка рассыпется, цветочки повредятся. Последний способ. Старый добрый способ засушивать веники. Когда берется растение, связывается вот таким образом, можно взять красивую веревочку, и подвешивается в темное, хорошо вентилируемое, сухое помещение. Правда, в моем случае это был шкаф, и с вентиляцией там не особо, но так как мне это не для чая, и не для лечебных целей, а для фоточек в инстаграм, и для видео, получается просто шикарно. Надеюсь, это видео было для вас интересным, и в данном случае, скорее, полезным. Творите больше, я вас вот так вот люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok